привет друзья значит нож реплика петер райсенти значит в исполнении стил клоу из d2 мне казалось в общем тут в том виде в котором он был изначально мне кажется он был не идеален мне кажется надо его немного допилить вот я его допилил вот видите вот так вот вот такая вот была острая грань ну как бы не острая фаска снята но грань все-таки есть вот значит я ее закруглил вот здесь вот просто закруглил шкуркой достаточно крупной грайвером и в общем с другой стороны видите я тоже чуть-чуть закруглил я не стал ее полировать она стала очень цеплючая вообще класс видите сделал такое углубление и здесь тоже самое вот нож стал гораздо более дружелюбной очень приятной в руке клипса все-таки мешает конечно без нее лучше но носить и неудобно совершенно поэтому приход придется остаться с эклипцией конечно вот значит я вот переточил на 25 градусов микропродвод у нас в линзу на воркшарпе вещь специфическая поэтому в общем к ней надо привыкать пока не могу вот очень легко кончик попортить этих вот она здесь лишнего его подправлю конечно вручную но здесь тоже видно что неровно вот я схватану на углубление такое небольшое вот но машинка интересная в общем надо привыкать к ней как-нибудь в другом обзоре я про нее расскажу подробнее давайте посмотрим как он заточен вот на зато чем точно нормально вот далее значит я им порежу построга посмотрим как с новой вот этой закругленной ручкой и с новой заточкой в линже посмотрим как он будет резать ну что же давайте раскрутим его и попробуем я попробую закруглить закруглить попробую плашки а потом перетачу его закручен сильно достаточно толстый винт фиксатор резьбы у нас нету так ну что ж давайте попробуем открутить всего прокручивается так нам нужно помощь вот значит уперев одной отверткой второй я выкрутил осевой в осевом присутствует белый фиксатор резьбы давайте поближе покажу вот присутствует белый фиксатор резьбы он собственно говоря и из-за этого прокручивался так давайте разберем окончательно здесь даже какой-то синий присутствует но ведь может быть даже какой-то смесь какая-то непонятная так ладно лайнеры очень хорошо подогнаны прям видите тяжело снять не хочу выламывать их так давайте вот так попробуем вот спейсер и лайнерки такие прям увесистые не пойму как происходит но видимо передняя часть подшипника оставляют какие-то засечки но это совершенно не чувствуется что удивительно вот видите здесь у нас такая же беда видимо выпуклая немножко внутренняя часть ой пардон немного выпуклая и краем подшипники оставляют небольшие засечки вот подшипники у нас роликовые отлично смазанная хороший шарик большой так что вот я закруглил плашечки эти аккуратненько дремелем то есть гравером со шкуркой ведь так аккуратненько это все закруглил ее здесь тоже так если видите вот я не трогал сразу видно давайте поближе вот виден переход вот такой вот он был вот такой вот он стал вот это белески ничего плохого в ней нету значит раньше я еще шкуркой проходил мелкой сейчас я от этого отказался потому что цыплючесть пропадает вот это белески это не проблема немножко капли масла после того как я соберу и все это пропадет он стонет однородно вот видите здесь вообще хорошо получилось прям такое углубление ну что ж соберем посмотрим что получится значит вот я обточил закруглил рукоять еще больше второй раз пришлось разбирать разбирать чтобы вот здесь вот побольше снять в принципе нормально получилось вот здесь вот хорошо будет видно вот такая вот она была фаска здесь не снята и вот здесь вот я ее так вот скруглил постараясь стараясь не попортить вот эту насечку на g10 вот нож значит стал гораздо более дружелюбен в руке приятненький такой вот флип все тот же никакого люфта отлично вот значит добавил я фиксатор резьбы капнул вот в эти два винта здесь какой-то все-таки был белого или белый синий какой-то в общем какой-то фиксатор здесь есть потому что раскручивался он с трудом но собственно говоря это видно на разборе вот значит далее переточим его режущую кромку и посмотрим на что он способен с новой режущей кромкой режущую кромку и посмотрим на что он более чем режущей кромка очень вкусно очень вкусно очень вкусно вот 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 КОНЕЦ 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 Повторный тест реплики 1-10 Я скруглил ему рукоять, повторяюсь в очередной раз. И заточка микроподвода у нас в линзу. Давайте посмотрим, как заточен он. Заточен превосходно. Вот. Давайте, значит, построгаем, посмотрим, насколько изменились его рабочие характеристики. КОНЕЦ честно скажу врезается хорошо режет он так нормально но я честно говоря ожидал от него большего, я думал что это прям будет очень мощно так начнет резать и нагрузка на руку все равно очень мощная такая очень сильная я в общем ждал большего давайте попробуем молоточным хватом молоточным хватом он и в прошлый раз неплохо резал да, режет молоточным хватом он отлично но в отличие от прошлого раза у меня нет дискомфорта никакого потому что ручка стала закругленной сверху и снизу то есть с двух сторон в клипсе только в этом месте она вот, смотрите, на руке у меня осталась от клипсы место отпечаток если кто-то собирается им строгать дерево то клипсу лучше снять давайте попробуем березку построгать что-то так смеется смеется у него мы мы что-то 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 вот как бы что-то что-то мы как Врезается так, скажем так, не резко, но не сразу глубоко, но как-то так прям нормально, не останавливаясь, не остановить его. Ну что ж, он стал получше строгать, получше, но это остался пыряльник, чудо не произошло. И вот эта вот режущая кромка, у нас микроподводы, сделанные в линзу, они не сотворили вот этого из него, не сделали резака. Заточить при необходимости можно, какой-нибудь кол, деревяшку поточить, не очень удобно, но это нож-пыряльник и нож для мяса. Мясо, сало он отлично режет, продукты, вот, деревяшечка уже похуже, несмотря на вот даже на такую заточку. Но нож стал более комфортным, мне он нравится, прикольная такая форма, отличный флип, прям пушечный. В общем, кому нравится такая форма, могу рекомендовать. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой вот ножичек. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok